Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня у нас куриный шашлык, люля-кебаб домашнего приготовления. Также здесь у нас перчик, помидорка, баклажаны. Я все поместить не смогла, поэтому все накидала сверху. Также у нас клубничка, здесь у нас вишенка. Она появилась у нас на прилавках. Я подумала, что же не заснять. Кислая. И напиток у нас просто минеральная вода. Я, если честно, думала, что это что-то наподобие спрайта. Оказалось, нет. Прежде всего, мне бы хотелось поблагодарить всех вас за 270 тысяч подписчиков. Честно, мне очень приятно. В то же самое время, из-за того, что последнее время я мало снимаю. Очень мало. Это никак не связано с монетизацией или с какими-то проблемами на ютюбе. Мои редкие съемки связаны чисто с моим моральным состоянием. Не хочу вдаваться в подробности. Но последний месяц где-то у меня такое состояние. Я сама не знаю конкретно, чего я хочу. Очень вкусно. Мне, честно, очень приятно, что, несмотря на то, что контента выходит очень мало, все равно люди подписываются, люди смотрят видео. Просмотры увеличились. Это не может просто не радовать. И с сегодняшнего дня я решила, что я возьму себя в руки. Буду снимать для вас намного больше, чем снимала. То же самое на бумажном канале. Когда я редко снимаю на бумажном канале, там просмотры падают. Как вкусно. Это деревянные специальные шампуры. Сначала мы хотели заказать шашлык. Потом мама предложила приготовить в духовке. Если вы хотите, мы можем снять для вас рецепт. Уверена, что вам тоже понравится, потому что получается очень вкусно. Какая сладкая клубника. Я не хочу ныть. Не хочу, чтобы меня люди жалели, что как плохо у Айки. Плюс-минус у меня все так же. Сказать, что у меня моральное выгорание. Нет. Это не моральное выгорание. Я люблю этот контент. Мне хочется снимать. У меня просто... У меня просто есть другие факторы, которые влияют на мое настроение. Очень вкусно. Вообще здесь есть соус. Можно в него макать. Но и без него очень вкусно. В общем, вот такие вот дела. В последнее время я особо даже комментарий не читаю. Но под этим видео пишите. На протяжении всех четырех лет моего канала каждое мое утро начиналось всегда. с того, что я смотрела на своей странице в творческой студии. Сравнивала, просмотрен. Проверяла доход. Например, у нас ночью приходят данные. Например, два дня назад сколько к тебе пришло денег. И мое каждое утро вот я проснулась, открыла глаза. Первое, что я делала всегда. Заходила, читала комментарии. Затем смотрела, сколько я заработала. Последний месяц я можно сказать ни разу не заходила в прихинде. За целый месяц ни разу не посмотрела. Жизнь как зебра. Полоса белая, полоса черная, потом опять белая. Так что я могу себя отнести к оптимистичным людям. Очень вкусно. реально просто вау. Например, завтра очень хочу снять влог, как я иду в спортзал. Меня много кто просил в комментариях, да и вообще влогов стало настолько мало. я вам покажу процесс тренировки. Надеюсь, что я не буду стесняться там снимать. Когда я иду в спортзал, вообще забываю про все. меня как будто открепили от мира. Не знаю, в этом есть свой какой-то кайф. Мне кажется, уже хотя я могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что я уже спортзал не брошу. никогда. Никогда. Просто очень вкусно. Сочно. еще и сегодня или завтра плюс-минус хочу разобрать свой гардероб. Все, что я не ношу, все, что мне не нравится, подарить кому-то. Я посчитала, у меня 35 пар джинсов. 35! Из них где-то 3 пара я ношу, а все остальное просто валяется, просто лежит. Это как неподъемный груз постоянно занимает место. Я решила избавиться. Кстати, пишите в комментариях, стоит ли снимать процесс, как я все это разбираю, что-то кому-то отдаю. пишите. Что-то прямиком пойдет на мусорку. Некоторые вещи в очень даже хорошем состоянии. Плюс-минус где-то что-то не подошло мне. Или, например, я покупаю вещь, не ношу ее на протяжении, например, полугода после того, как купила. Все. Значит, я эту вещь носить не буду. Весь я как только купила вещь, не надела, скорее всего, я ее и не надену. Таких вещей у меня много. Еще я сделала заказ Шейн, там тоже одежда. поэтому пора освобождать место. А вообще, на дальнейшее, я бы хотела себе отдельную комнату под гардероб. Если даже не в квартире, когда я буду строить свой частный дом, то обязательно из моей комнаты должна быть дверь гардеробная. чтобы все мое барахло поместилось. Мне очень тяжело расстаюсь с вещами. У меня какая-то связь с вещами. Но когда я потом свои вещи вижу на других людях, я думаю, как хорошо, что я эти вещи отдала. Появляется стимул покупать что-то новое. А когда покупаешь что-то, у тебя появляется настроение. Плюс я снимаю для вас распаковочки. Давно не было. Я вообще обожала всегда на YouTube смотреть распаковки Шейн, но в последнее время этого контента стало настолько мало просто. Моя распаковка, которая будет в ближайшее время. Она тоже больше про спортивные какие-то вещи. В общем, увидите, какой-то быстрый у нас мукпанг получился сегодня. Честно, я так быстро обожралась. Было очень вкусно. Осталось у нас всего два шампурчика. Три я съела. Было безграниченно вкусно, обалденно. пишите в комментариях, если вы хотите рецепт. Обязательно мы с мамочкой организуем это. На этом все. С вами была Айка. Пока!